Рассмотрим подробнее нормальные формы для формул алгебры высказываний. Для каждой формулы алгебры высказываний можно указать равносильную ей формулу, содержащую из логических связок лишь отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. Для этого нужно, используя известные равносильности выразить все имеющееся в формуле импликации и эквивалентности через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. Так, для исходной формулы равносильной ей формулой, не содержащей логических связок импликации, эквивалентцией, будет например, более длинная формула. Выразить данную формулу через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию возможно не одним способом, а многими. К примеру, рассматриваемая формула равносильна также следующим формулам, содержащим из логических связок лишь отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. Среди всевозможных выражений данной формулы через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание некоторые играют важную роль как в алгебре высказываний, так и в ее приложениях. Рассмотрение таких выражений, называемых совершенными нормальными формами, и составляет цель настоящего информационного блока. Ведем понятие нормальных форм. Конъюнктивным одночленом от переменных х первое, х второе, и так далее, икс энное, называется конъюнкцией этих переменных или их отрицаний. Здесь или употребляется в неисключающем смысле, то есть в конъюнктивный одночлен может входить одновременные переменные, и ее отрицания. Дизъюнктивным одночленом от переменных х первое, х второе, и так далее, икс энное, называется дизъюнкцией этих переменных или их отрицаний, и здесь союз или употребляется в неисключающем смысле. Приведем несколько примеров конъюнктивных и дизъюнктивных одночленов. Ввиду ассоциативности конъюнкции и дизъюнкции скобки внутри каждого из данных одночленов не пишутся. Напомним, что представление математических объектов, в рассматриваемом случае это формулы, называется каноническим, если две различные записи соответствуют всегда двум различным объектам, а представление называется нормальным, если представление нуля соответствующего моноида единственно. Дизъюнктивной нормальной формой называется дизъюнкция конъюнктивных одночленов, то есть выражение в виде дизъюнкций не обязательно различных конъюнктивных одночленов, так называемых элементарных конъюнкций. Аналогично конъюнктивной нормальной формой называется конъюнкции дизъюнктивных одночленов, не обязательно различных, будем также называть дизъюнктивной, соответственно конъюнктивной, нормальной формой указанное выражение при P равном 1, соответственно при Q равном 1, нормальную форму, представляющую формулу F, то есть равносильную формуле F, будем называть просто нормальной формой этой формулы. Не трудно понять, что всякая формула обладает как дизъюнктивной, так и конъюнктивной нормальными формами. В самом деле, всякую формулу можно выразить через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание. Используя законы демооргана и свойства дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, можем преобразовать равносильным образом полученное выражение к дизъюнкции конъюнктивных одночленов, то есть к дизъюнктивной нормальной форме. Если же к исходному выражению применить свойство дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции, то его можно свести к конъюнкции дезинктивных одночленов, то есть, к конъюнктивной нормальной форме. Очевидно, что у данной формулы существует неограниченно много как дезинктивных, так и конъюнктивных нормальных форм. Одни из них более громоздкие и сложные, другие – более простые. Здесь мы можем продолжить до некоторого момента аналогию со школьной алгеброй. В школьной алгебре выражения последние действия в которых умножения называются одночленами. А выражения в виде суммы одночленов, последние действия которых сложения, называются многочленами. В алгебре логики логическое умножение и логическое сложение равноправны по своим свойствам. Поэтому выражения одного типа называются конъюнктивными одночленами, а выражения другого типа – дезинктивными одночленами. Образования из одночленов выражений более сложного типа называются не многочленами, а нормальными формами. На этом аналогия заканчивается. Далее ведем понятие совершенных нормальных форм, дизъюнктивной и конъюнктивной. Совершенные нормальные формы играют особую роль в алгебре высказываний. Среди множества дизъюнктивных, как и конъюнктивных, нормальных форм, которыми обладает данная формула алгебры высказываний, существует уникальная форма, она единственна для данной формулы. Это так называемая совершенная дизъюнктивная нормальная форма, среди конъюнктивных форм, совершенная конъюнктивная нормальная форма, одночлен, конъюнктивный или дизъюнктивный, от нескольких переменных называется совершенным, если в него от каждой пары переменных и их отрицаний входит только один представитель, сама переменная, либо ее отрицание. Нормальная форма, дизъюнктивная или конъюнктивная, от нескольких переменных называется совершенной от этих переменных, если в нее входят лишь совершенные одночлены, конъюнктивные или дизъюнктивные соответственно, от тех переменных. Приведем пример совершенной конъюнктивной нормальной формы от четырех переменных. И несколько примеров совершенных дизъюнктивных нормальных форм. Представление формул алгебры высказываний совершенными дизъюнктивными нормальными формами алгоритмически разрешимо. Введем обозначение, которое будет удобно в дальнейшем. Легко проверить, что оно характеризует наличие оператора отрицания. Ведем еще одно обозначение. Вместо нескольких дизюнкций будем писать одно. В частности, такая запись используется для обозначения дизюнкций всевозможных выражений, формул, зависящих от данных переменных, когда индексы суммирования, дизюнктирования, пробегают всевозможные упорядоченные наборы фиксированной длины, составленные из нулей и единиц. Оказывается, для всякой формулы алгебры высказываний справедливо ее разложение в дизюнкцию элементарных конъюнкций, докажем это в виде лемы. Возьмем произвольный набор кси из нулей и единиц и вычислим значения формул, стоящих в правой и левой частях доказываемой равносильности, при х равном кси. С одной стороны, в правой части доказываемого равенства получим дизюнкцию нескольких конъюнктивных одночленов, каждый конъюнктивный одночлен характеризуется индексным набором нулей и единиц альфа. Если для данного конъюнктивного одночлена набора альфа таков, что хотя бы одна из компонент этого набора отлична от соответствующей компонента набора кси, то согласно определению формулы, введенному на предыдущем слайде, будем иметь что хотя бы один из конъюнктов кси равен нулю. Но тогда и весь данный конъюнктивный одночлен будет равен нулю и потому на результат дизюнкции влияния не окажет, а значит из числа дизюнктивных слагаемых может быть безболезненно исключен. Только один конъюнктивный одночлен окажется возможно неравным нулю, тот, что характеризуется таким набором компонента альфа, который равен взятому в начале набору кси, для которого каждая альфа и единая равно кси единому. Только для этого конъюнктивного одночлена будем иметь данное равенство. Таким образом конъюнктивный одночлен, соответствующий индексному набору кси равен f от кси. Этому же значению равна и вся дизюнкция, потому что, как показано выше, все остальные конъюнктивные одночлены равны нулю. С другой стороны, формула, стоящая в левой части доказываемого равенства, обратится при х равном кси в то же самое значение, ведь набор нулей и единиц кси был выбран произвольно. Следовательно, формулы в левой и правой частях равносильности действительно равносильны. Лема доказана. Теперь у нас есть все необходимое для доказательства теоремы о представлении формул алгебры высказываний совершенноми дизюнктивными нормальными формулами, которая гласит что каждая не тождественно ложная формула алгебры высказываний от n-аргументов имеет единственную, с точностью до перестановки дизюнктивных членов, совершенную дизюнктивную нормальную форму. Доказательства осуществим в два этапа, начнем с доказательства существования, а затем убедимся в единственности такого представления. Всякая формула F обладает указанным в предыдущей леме разложением. Поскольку формула не тождественно ложна, то существуют такие наборы α0 и 1, что F от α равно 1. Наборы α, обращающие формулу F в 0, будут обращать в 0 также и конъюнктивные одночлены, входящие в дизъюнкцию и соответствующие данным индексным наборам. Поэтому все такие одночлены исключим из дизъюнкции. Итак, в дизъюнкции остаются конъюнктивные одночлены, соответствующие лишь таким индексным наборам нулей и единиц, для которых значение формулы равно единице. Тогда разложение для формулы принимает вид представленный на слайде, где дизъюнкция суммирования ведется по всем индексным наборам α0 и единиц, для которых значение функции равно единице. Выражение, стоящее в правой части полученной равносильности, есть не что иное, как совершенная дизъюнктивная нормальная форма от переменных x, потому что каждый конъюнктивный одночлен, входящий в дизъюнкцию, совершенен, ибо каждая переменная x входит в него точно один раз, либо сама, либо со знаком отрицания в зависимости от значения ее показателя степени. Убедимся в единственности методом от противного. Предположим, что некоторая формула F имеет два представления совершенными дизъюнктивными нормальными формами, где k и k со звездочками, есть совершенные конъюнктивные одночлены от переменных x. Причем, не нарушая общности, считаем, что ни один из одночленов k не повторяется в этом наборе, потому что повторяющиеся одночлены можно исключить в виду едимпотентности дизъюнкции. Аналогична ситуация в форме k со звездочками. Тогда эти дизъюнкции будут равносильными. Пусть, например, совершенный конъюнктивный одночлен k1 имеет вид конъюнкций переменных x в степени α. Придадим переменным x и там значение α и t и соответственно. Тогда совершенный конъюнктивный одночлен k1 примет значение равное единице, и следовательно, вся совершенная дизъюнктивная нормальная форма, стоящая в левой части равносильности, станет равна единице. Тогда и правая часть данной равносильности обратится в единицу, и для набора α значений переменных x одна из совершенных элементарных конъюнкций k со звездочкой, например, житая, также станет равной единице. Если это k житая со звездочкой имеет вид конъюнкции x в степени β, то доказанное означает, что конъюнкция α и t в степени β и t равна единице. Последнее равенство возможно в том и только в том случае, когда α и t в степени β и t равно единице, что может быть лишь тогда и только тогда, когда α и t равно β и этому. Следовательно, k житая со звездочкой равно конъюнкции x в степени α, то есть k первая равносильна k житому со звездочкой. Таким образом, совершенная элементарная конъюнкция Ка первая встречается среди совершенных элементарных конъюнкций Ка со звездочками. Тем же самым способом устанавливается, что любая из совершенных элементарных конъюнкций Ка второе, Ка третье и так далее встречается среди Ка со звездочками. И обратно, любая из совершенных элементарных конъюнкций Ка со звездочками встречается среди Ка. Ввиду того, что одночлены в данных наборах не повторяются, то количество конъюнктов в них совпадают, и обе части доказываемой равносильности отличаются самая большая порядком членов дизъюнкции, что и требовалось доказать. Доказанная теорема – одна из важнейших в алгебре высказываний. Если вы до конца разобрали обе части доказательства – существования и единственность, то значит вы начали понимать категории и методы математической логики как математической науки. Доказательство существования состоит из двух частей – леммы и собственно теоремы. Доказательство единственности полностью содержится в теореме и не опирается на лему. Двойственным способом осуществляется представление формул алгебры высказываний совершенными конъюнктивными нормальными формами. Понятия и теоремы этого пункта носят двойственный характер по отношению к соответствующим понятиям и теоремам предыдущего пункта. Вводится следующее аналогичное обозначение, легко проверяется что это обозначение характеризует наличие отрицания. Вместо конъюнкций нескольких конъюнктов будем писать одну общую. В частности, приведенная запись обозначает дизюнкцию всевозможных выражений, формул, зависящих от фиксированных переменных когда индексы произведения, конъюнктирования, пробегают всевозможные упорядоченные наборы фиксированной длины, составленные из нулей и единиц, как показано на примере. Аналогично доказательству Леммы о разложении по элементарным конъюнкциям доказывается Лемма о разложении по элементарным дизюнкциям. И подобно теореме о представлении формул алгебры высказываний совершенными дизюнктивными нормальными формами выводится теорема о представлении формул алгебры высказываний совершенными конъюнктивными нормальными формами, которая гласит что каждая формула алгебры высказываний от нескольких переменных, не являющаяся тавтологией, имеет единственную, с точностью до перестановки конъюнктивных членов, совершенную конъюнктивную нормальную форму. Доказательство этой теоремы можно восстановить, руководствуясь доказательством предыдущей теоремы. Наконец, рассмотрим два способа приведения формулы алгебры высказываний к совершенной нормальной форме. Эти два способа проистекают из двух способов задания формулы алгебры высказываний, с помощью таблицы ее значений или с помощью аналитической формы записи. Если формула задана таблицей своих значений, то из доказательств теорем о представлении формул совершенными нормальными формами необходимо вынести формулу, в некоем обычном понимании смысла этого термина, разложение формулы алгебры высказываний в совершенную нормальную форму. Для случая совершенной дизъюнктивной нормальной формы эта формула имеет следующий вид. По сути, эта формула описывает правила, алгоритм, отыскание совершенной дизъюнктивной нормальной формы для данной формулы. Нужно выбрать все те наборы значений ее переменных, на которых формула принимает значение равная единица. Для каждого такого набора выписать совершенный конъюнктивный одночлен, принимающий значение равная единица на этом наборе и только на нем. Полученные совершенные конъюнктивные одночлены соединить знаками дизъюнкции. Для случая совершенной конъюнктивной нормальной формы эта формула имеет двойственный вид. И в свою очередь описывает следующее правило, алгоритм, отыскание совершенной конъюнктивной нормальной формы для данной формулы. Нужно выбрать все те наборы значений ее переменных, на которых формула принимает значение 0. Для каждого такого набора выписать совершенный дизъюнктивный одночлен, принимающий значение 0 на этом наборе и только на нем. Полученные совершенные дизъюнктивные одночлены соединить знаками конъюнкции. Пусть, например, формула задана следующей таблицей своих значений. Таким образом, она принимает значение равное единице лишь на четырех наборах значений своих переменных, конкретизациях. Составляем элементарные конъюнкции и объединяем их знаком дизъюнкции. Легко понять, что полученная в результате формула имеет таблицу истинности, совпадающую с исходной. Теперь запишем формулу разложения в совершенную конъюнктивную нормальную форму для случая трех переменных, и применим ее в нашей ситуации. Для той же формулы найдем совершенную конъюнктивную нормальную форму. Для этого сначала отметим все те наборы значений переменных, на которых она принимает нулевое значение. Теперь запишем формулу разложения в совершенную конъюнктивную нормальную форму для случая трех переменных применительно к данной таблице. Еще раз обращаем внимание на то, что для каждой формулы алгебры высказываний совершенная дизъюнктивная нормальная форма единственна. И совершенная конъюнктивная нормальная форма единственна, если они существуют. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма отмечает все те наборы значений пропозициональных переменных, на которых данная формула принимает значение равное единице. А совершенная конъюнктивная нормальная форма отмечает все те наборы значений пропозициональных переменных, на которых данная формула принимает значение равное нулю. Тем не менее необходимо отчетливо осознавать, что две полученные формулы равносильны. Так, первая формула принимает значение 0 на тех и только тех наборах значений переменных, на которых принимает значение 0 и вторая формула. Аналогично вторая формула принимает значение равное единице на тех и только тех наборах значений переменных, на которых принимает значение равное единице первая формула. Второй способ приведения формул алгебры высказываний к совершенной нормальной форме основан на равносильных преобразованиях данной формулы. В этом случае формула должна быть задана в аналитической форме. Для приведения формулы к совершенной нормальной форме нужно сначала привести ее к дизъюнктивной, или конъюнктивной, нормальной форме, алгоритм такого приведения подробно рассмотрен в задачнике. Затем нужно продолжить равносильные преобразования полученных нормальных форм, с тем чтобы довести их до совершенства. Примеры приведения рассмотрены в задачнике. В заключение отметим, что одной из сфер применения нормальных форм является та, где требуется получить аналитическое выражение для формулы алгебры высказываний, которое задано своей таблицей значений, таблицей истинности, то есть про которую известно, на каких наборах она принимает значение 0, а на каких равная единица. Примеры задач приведены в задачнике, ссылка на который дана в описании к видео.